Мы едем 12 сантиметров. Ну там еще больше. Оставить подвеску в яме. Эта дорога на улице Балакирева – одна из точек маршрута общественного мониторинга. Эксперты городской общественной палаты на нее обращают особое внимание. Ямочный ремонт несколько лет назад на этом участке уже проводили. Однако сейчас выбоины снова образовались на асфальте. Первая операция – это очистка от пили и грязи. То есть воды здесь не должно быть, все здесь должно быть сухо. Потом ровно отпиливаются края. Вот здесь видно, что края не были отпилены. Просто в яму выложили материал. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» здесь обязаны снова провести ямочный ремонт, который запланирован на начало апреля. Однако, по выводам экспертов, поменять необходимо весь старый асфальт. А чуть выше по улице – проложить тротуар. Местные жители жалуются, чтобы дойти до магазина или остановки общественного транспорта, приходится маневрировать между потоком машин. Там поворот не закрыт из Пекинки. Все тут. Вторая Пекинка. Пешеходам деваться некуда. Встречные машины туда-сюда. Ни с колясками, ни с старушками. По плану дорогу должны будут расширить. Слева вместо стоянки для машин сделают тротуар. На эти цели ямочный ремонт планируется потратить 472 тысячи рублей. Следующая точка общественного мониторинга – дорога на улице Тракторной. Не так давно там установили новый светофор. Теперь должен появиться и тротуар, по которому местные жители смогут беспрепятственно добраться до пешеходного перехода. Много обращений жителей с нового дома. Дети ходят в 26-ю школу. Соответственно, ходят они все здесь. Вот поэтому будет организован тротуар для того, чтобы можно было пройти безопасно. Здесь, собственно, будет стоять ограждение. Соответственно, ни машины припарковаться на тротуаре, ни заехать они не смогут. На это из городского бюджета выделили около 490 тысяч рублей. Есть и несколько дорог, которые отремонтируют в рамках софинансирования с федерального бюджета. Например, на улицу Стенолабе в общей сложности потратят более 45 миллионов рублей. Проезжая часть здесь – сплошная колея. На дороге часто образуются лужи. А все потому, что воде некуда деваться. Работы по разуклонке и отводу воды, они были сделаны, когда дорога строилась, соответственно, все эти мероприятия были. То есть мы сейчас будем доводить профиль дороги до такого состояния, чтобы вода текла туда, куда положено. Будет заменено дорожное покрытие, будут восстановлены бордюры, если они отсутствуют или пришли в негодность. Будут нанесены пешеходные переходы, поставлены недостающие знаки. Сегодня общественники объехали все восемь объектов, включенных в нацпроект. По всем из них пришли к выводу, что ремонт действительно нужен. Однако, по их словам, есть и другие, более убитые дороги. Их судьбу и намеченные точки ремонта обсудят 24 марта с главой города и администрации.